Компания Wizzers своими TP1 буквально запрыгнула на подножку поезда под названием True Wireless наушники. В прошлом году мы делали обзор популярных на тот Sony, Bose и Benck & Tollefsen, в этом году обозревали беспроводные Sennheiser. Единственное, что отличает Wizzers от вышеперечисленных, это цена. Переходим по ссылке в описании и удивляемся. TP1 это беспроводные наушники с зарядным кейсом. То есть это не просто шкатулка для их хранения и транспортировки, а пауэрбанк чистой воды. В корпус внутри каналок вшит аккумулятор объемом 55 мАч, что обещает от 4 до 5 часов постоянной работы. До 5 часов слушая на средней громкости, 4 часа работы для тех, кто любит погромче. На случай, если заряд закончился, вставляете наушники в шахту кейса на 1,5 часа. В это время, например, в путешествии проходите паспортный контроль или совершаете великие дела в Duty Free. И снова получаете от 4 часов музыки. Получается, зарядный кейс стоит в себе еще от 24 до 30 часов заряда наушников. А это минимум 5 полных зарядок. А вот достать наушники из шахт с первого раза получается не у всех. Они надежно сидят и держатся на местах магнитами. Сам футляр снабдили разъемом USB Type-C и кабелем соответственно. На данный момент визор предлагается в сером цвете с золотыми вставками. С таким дизайном они сильно бросаются в глаза. Некоторым людям со стороны казалось, что я просто в клипсах. Их дизайн можно назвать цыганским, можно сказать Timothy Style. На самом деле, внешний вид дело индивидуальное. В ушах сидят надежно. Для полной уверенности из грядки амбушюр разных размеров лучше сразу подобрать подходящий вариант. Это отразится на комфорте при длительном прослушивании. Активного подавления шумов не предусмотрено. В целом, пассивная шумоизоляция у данных визоров в 5 из 5 исправляется с завидным мастерством. Визор получили первую популярность, выпустив модель A15 буквально в 2017 году. Она сразу обратила на себя внимание аудиофильского сообщества ценой и компоновкой внутренностей. В перспективе, проделав огромную работу над ошибками, они выпустили модель A15 Pro и еще больше утвердились на рынке персонального аудио. И вот настало время True Wireless наушников. Инженеры установили один из самых качающих драйверов диаметром 10 мм каждый. Маркетологи окрестили их громким словом Tesla. Работая со звуком, звукоинженерии решили не изобретать велосипед и построили звуковой тюнинг по V-образной структуре АЧХ. Акцентированные низкие частоты отыгрывают плотно, информативно и объемно. Середина звучит чисто, а главное получилось мелодичной. Высокие частоты показывают себя с должной музыкальностью, играют звонко и относительно детально. В общем, визеры передают музыку без лишней резкости и навязчивости. Беспроводная передача, построенная на модуле Bluetooth версии 5.0 с поддержкой кодеков SBC и IAC. Пресловутого кодека APTX здесь нет, на что в принципе указывает бюджетная цена, как для таких наушников. При этом в TP1 встроены микрофоны, наушники служат и гарнитурой. Гарнитура работает адекватно, как подобает гарнитуре. Сенсорное управление, как же без него? Одно нажатие – это пауза-стоп, двойное прикосновение, переключение трека. У визер получились яркие наушники, не зная цену которых, язык не поворачивается назвать их бюджетными. Выраженный дизайн, сенсорное управление, 24 часа запаса батареи и звучание, которое понравится большому количеству слушателей. Кстати, послушать, сделать вывод и купить наушники, вы можете в наших аудиосалонах SoundMac в Киеве и Днепре. TP1 – это наушники с зарядным кейсом. То есть это не просто кейс для транспортировки и хранения, а пауэрбанк чистой воды. Забыл. Продолжение следует... Продолжение следует...